Формула имени Коломойского. Статья в фейсбуке за 3 октября 2019 года. Александр Зубченко. Про Роттердам плюс помните? Забудьте, уже не актуально. На подходе новая формула, которая взорвет эту страну, как в свое время Моника Левинский взорвала Штаты, но не до конца. Возможно, сравнение с Моникой в свете вновь открывшихся обстоятельств с давлением на Зеленского не совсем корректно, однако фактически соответствует ситуации, сложившейся чуть ли не последней промышленной отрасли, оставшейся в Украине, металлургической. Итак, презентуем новую формулу. Одна тонна железной руды стоит ровно столько, сколько хочет Коломойский. Если сократить, то получится Коломойский плюс. Ручной рупор Игоря Валерьевича, блогер-депутат Александр Дубинский «Слуги народа» не объяснил, откуда он знает о хотелках Коломойского. Честно говоря, за последние годы в особых интеллектуальных способностях он вообще замечен не был, а различные непонятные слова предпочитал игнорировать, употребляя в основном краткие и не очень ругательства. Так откуда взялась эта новая формула? А я объясню откуда. Сначала Игорь Валерьевич решил рейдернуть металлургическую область. С этой целью он ментально связался с Даниилом Гетманцевым, тоже «Слуга народа», председатель комитета Рады по налоговой, таможенной и финансовой политике, но очень понятливый. Он от ментальной связи Гетманцева с Коломойским был зачат законопроект 12.10, который наделал много шума, в частности из-за откровенно тупого подхода к развалу металлургической отрасли с помощью повышения стоимости ренты на пользование недрами в 3-4 раза. Зачем ходить вокруг да около? Однако зафиксированный в законопроекте Гетманцева подход был настолько туп, что даже его авторы поняли, да, слегка лоханулись, слишком большую волну возмущений подняли. Люди, которые в отличие от Дубинского действительно шарят в теме, сразу же спрогнозировали последствия от принятия этого законопроекта. Это, в частности, практически стопроцентная вероятность остановки предприятий горно-металлургического комплекса, блестящей перспективы безработицы с последующей трудовой миграцией в Россию и страны ЕС. Поэтому в комитете Гетманцева состоялась творческая дискуссия на тему, как нам красиво обмануть народ, чтобы он ничего не понял. Решили добавить глобализации, макроэкономики и совсем немного Игоря Валерьевича, чтобы он был всегда в плюсе. Мой скромный опыт подсказывает, когда блогеры и Гетманцев начинают употреблять слова, смысл которых они не понимают, то речь идет о классической подставе. А так и есть. С красивыми макроэкономическими терминами или без. Суть законопроекта номер 1210 остается неизменной. Космический рост ставок рентной платы. Причем, по мнению экспертов, ни одна страна в мире не применяет подход к определению ренты на добычу железной руды, предложенной в законопроекте 1210. Мы опять вырвались далеко вперед. У нас, оказывается, не железную руду добывают, а как минимум непрерывно долбят кимберлитовую трубку. Еще один момент, свидетельствующий о явном намерении Гетманцева с группой товарищей, ориентированных на Коломойского, обслужить олигарха по полной. Все изменения в законопроект 1210 выносятся в закрытом режиме, без присутствия СМИ. Это уже стиль работы новой власти. Кабмин работает в закрытом режиме. Теперь комитеты Рады по прямому указанию спикера Разумкова обсуждают законопроекты без участия в медиа. Добавлю, что пресс-службу Верховной Рады выселили из здания комитетов парламента на Сатовой и информационную службу вообще разместили на улице Большой Житомирской. Негоже медиа-челеди подглядывать за тем, чем занимаются слуги народа. Кроме того, несмотря на анонсированные Дубинским макроэкономические изыски, индексы, какие-то порты и глобализация, в первом чтении планируется принять все тот же первоначальный вариант законопроекта с тупым увеличением рентных платежей. Дескать, ко второму чтению внесем все глобальное и красивое, но явно хотят кинуть в стилистике Игоря Валерьевича. Сам Гетманцев и слуги постоянно палятся. Например, глава налогового комитета в среду написал в фейсбуке, что 1210 поднимает налогообложение добычи руды с самого низкого уровня среди всех рододобывающих стран до среднего уровня, параметры которого обсуждаются с бизнесом. И хочется поверить, да только вот налоги украинские промышленники будут платить чуть ли не самые высокие в мире. Не получается. А обсуждение с бизнесом все мы видели. На фото, как в офис президента приезжал Коломойский и раздавал слугам свои указания, как рулить экономикой. Да и сверхприбыли, о которых в интервью цензору говорил Коломойский, это тоже цифры. Вырванные из контекста. Цены на руду падают. В августе в Китае стоимость просела сразу на 20-25%, до 88-93 долларов за тонну. А Австралия прогнозирует, что начался период падения цен на железорудное сырье до 80 долларов за тонну в 2019. А в 2020 уже до 61,4 и вплоть до 57,4 в 2021 году. Какие-то мифические сверхприбыли получаются. Где они? В общем, законопроект 12.10 станет флагманским в деле добивания бизнеса Украины. Страдает естественный бюджет. Недостача налоговых поступлений составит порядка 100 миллионов долларов в год. Не, ну а чего мелочиться? Вон на промышленных предприятиях и шахтах продолжается массовая невыплата зарплаты. Миллиардом гривен больше, миллиардом меньше. Что это изменит? На подходе и другие проекты, в частности, у внедрения кассовых аппаратов, которые тоже приведут к закрытию компаний уровня малого и среднего бизнеса. Создаются идеальные условия для превращения Украины в мощную аграрную сверхдержаву. Хотя нет, давайте не торопиться. Анонсированный премьером Гончарком проект приватизации земли может превратить страну в зону сплошного рапса. Александр Зубченко. Формула имени Коломойского. Анонсированный редук Ayлаэ. Александр Зубченко. Формула Goblin. Александр Зубченко. Формула обработок.